Доброе утро! Все меня слышат? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно ли меня? Ага, отлично. Отлично слышно. Да, вот Лилечка немножко сказала, что я защищала диплом на эту тему. Ну, я, скорее всего, защищала частично диплом на эту тему. То есть часть моей презентации – это немножко про мой диплом. Все остальное – это я уже просто, скажем так, применительно к нашей работе. Вот. Значит, кто-то такой… Так, сейчас, секундочку. Тема была озвучена немножко по-другому. Ну, вот правильно, значит, как правильно задавать вопросы. Вот. Значит, рассмотрим эту тему на основе иерархии потребностей Маслоу. Маслоу – это американский психолог, он взял все потребности человека, разделил их на пять групп и выстроил вот такой вот замечательный треугольничек, да, пирамидку. Собственно говоря, самые основные мы, как бы, пирамиду рассматриваем снизу вверх. В основе любого, любой деятельности человека у нас с вами лежат физиологические потребности, да, это голод, жажда, сон. Они, эти потребности, необходимы как бы нам для выживания, вот. И лежат в основе физиологической регуляции, вот. Соответственно, второй блок потребностей – это потребности безопасности. Это физиологическое выживание, стабильность, долговременное выживание. Это, так скажем, потребности в защите от физических и психологических опасностей и уверенность в том, что, как бы, род будет выживать в условиях, да, неустроенности, в условиях боли, гнева, страха. Далее идут потребности принадлежности и любви. Это присоединение группы, принятие группы, да, такие социальные, скажем так, потребности. Вот. И, так еще сказать, социальное признание других людей, тебя в обществе. Далее идут потребности самоуважения. Это уважение со стороны других людей. Это потребности, когда признают твою компетентность, личные достижения, личные качества, достоинства и достоинства. И самый последний блок потребностей – это самоактуализация. Это потребность личности в реализации своих потенциальных возможностей. То есть, ну, грубо говоря, если я могу, то я должна это выполнить, скажем так. Вот. Вот. Значит, в чем, Ирина, а что значит коллега? Вот точните, пожалуйста, интересно. Вот. Значит, суть в чем? Значит, во-первых, начнем с того, что, как вы думаете, почему это треугольник? Вот почему треугольник? Вот мне на защите диплома спросили, а скажите, пожалуйста, почему эти потребности в виде треугольника? Вот. Может быть, есть какие-то мысли? Хотя бы в двух словах. Ну, ладно. Расскажу вам, как я ответила и, собственно, была права. То есть, здесь рассматривается общество наше, да, и самый нижний блок, он самый большой. То есть, людей здесь больше находится. Соответственно, чем выше, да, то есть, тем меньше людей достигает вот этих верхних уровней, скажем так. То есть, больше всего людей с физиологическими потребностями неудовлетворенными, потом потребности безопасности. Опять же, есть те, у кого они неудовлетворены, и они попадают во второй блок. Меньше людей уже с удовлетворенными потребностями принадлежности, любви. Ну, самые маленькие, соответственно, потребности самоактуализации меньше всего его достигают. Ну, это, наверное, еще зависит от качества нашей жизни, согласитесь. Вот. Еще, что можно здесь сказать, что вот эти потребности, они являются, так скажем, мотивирующим фактором для людей. То есть, если человек у нас сами голоден, то он никогда в жизни не будет о том, как ему саморазвиваться, или там присоединение к группе каком-то думать, да, ему надо удовлетворить свой голод, ему надо удовлетворить свою жажду, свой сон. Он должен себе обеспечить физиологическое выживание организма. Да, Ирин, я по первому образованию психолог, по второму инженер-эколог. Вот. В общем, все вместе у меня тут. Далее, когда у человека обеспечены вот эти физиологические потребности, он начинает уже задумываться о безопасности. Да, вот как Михаил говорил сегодня, он уже начинает думать, «Ага, мне бы дом получше, мне бы стабильную работу, мне бы там, ну, в общем, обеспечить долговременное выживание». Потому что даже если у вас удовлетворен голод, но вы живете, скажем так, на улице около мусорки, то, или бомжей не любят, вот, то навряд ли у вас, конечно, потребности безопасности в этой ситуации обеспечены. Вот. Значит, это, так скажем, низшие потребности, они, это потребности нужды, скажем так, да. А потребности роста – это вот как раз-таки наши верхние уровни. И поскольку у нас человек как личность развивается, то, соответственно, у него вот эти потребности возникают. Так, значит, как мы можем это все применить к нам, к нашей работе? Ну, говоря, почему я эту тему затронула. Значит, потому что у нас люди, мы когда начинаем рассказывать про Арифлейм, про возможности Арифлейм, про бизнес Арифлейм, да, то мы начинаем говорить, задавать человеку вопросы определенные, да. И как вы думаете, если у человека не, так скажем, удовлетворен физиологический уровень, да, то есть он, грубо говоря, кушает, дошираки они, да, вы тут начинаете ему рассказывать про великий бизнес Арифлейм. У него, естественно, сейчас первоочередная задача – это как бы достойно покушать, а вы тут ему про бизнес, про путешествия, он думает, господи, я не могу себе нормально еды купить, а мне тут рассказывают, что я там в Болгарию поеду. Ребята, вы что? Соответственно, мы должны с вами в первую очередь понять, оценить ситуацию, оценить человека и понять, на каком уровне он с вами находится, да, он, вернее, находится не с нами, он сам находится там, мы-то, может быть, на другом находимся. Итак, как это можно оценить? Значит, ну, во-первых, надо посмотреть, как одет человек. Это такие вещи, я сейчас говорю, ну, которые обычно специально мы никогда не делаем, но если в общем ситуации посмотреть, то, в принципе, мы все это делаем неосознанно, скажем так, да, то есть обратить внимание, где вы его встретили. Может быть, вы его встретили, извините, около мусорки, он в мусор пошел выкидывать, конечно, он вышел в дранных тапках, там, в чем дома есть, одеть, в том и вышел. Может быть, он вышел в магазин за хлебом, тоже это не объективная оценка будет ситуации. Поэтому нам надо еще, помимо того, что мы оцениваем внешний вид и ситуацию, мы должны еще и задать наводящие вопросы какие-то. Так, значит, помимо того, что мы с вами оценили ситуацию, внешний вид нашего человека, да, и объективно оценили, что где он находится вообще в принципе, да, то есть в магазине он или он был на улице. На этом слайде я была, я еще не закончила, Людочка. Все нормально, сейчас все будет, не переживайте. Нет, я здесь еще же не закончила, как я могла быть на другом слайде? Или вы вообще вот здесь вот закончилось все у вас? Вот здесь вы все закончили? Слушайте меня. Вы серьезно, я там столько разговаривала? Нет. Так, на этом слайде. Да, вот, все, отлично. Вообще, конечно, значит, второй раз вылетает. Вот Миша слушала утром, когда вот у него была планерка, вылетела комната, и сейчас, не знаю почему. Ну ладно, давайте продолжим. Обобщаю еще раз, значит, помимо того, что мы оцениваем ситуацию внешнего человека, мы должны ему задать наводящие вопросы. Наводящие вопросы задаются по принципу от общего к частному, соответственно. То есть мы, скажем так, начинаем какие-то глобальные вопросы задавать и смотрим, как человек отвечает. То есть, ну вот, может быть, даже таких, конечно, новостей нету, но мы же можем сказать, что мы где-то там прочитали в интернете, да, мы где-то там посмотрели по телевизору и узнали, что вот, представляешь, у нас подорожание в магазинах происходит, повышение цен на проезд планируется, да, то есть, там, платежи коммунальные увеличиваются. То есть, ты как вообще к этому относишься, да, то есть мы здесь смотрим, как человек отвечает. В зависимости от того, ответы мы можем определить, на каком он уровне находится. И, соответственно, после этого мы можем смотреть уже, что мы можем вам предложить по возможности Мари Флейн. Так вот, например, вам приведу примеры, ответы, и как мы можем понять, где человек находитесь. Может быть, это, конечно, субъективно мое мнение, но на моей практике я вот так вот это поняла, да, то есть вы, может быть, в вашей жизни были какие-то еще примеры, вот, другие. Вот, значит, ну, допустим, мы встречаем его где-то, да, там, в центре торговом. И вопрос следующий, да, привет, ты что тут делаешь, там, да, я вот пришел на распродажу. Ну, если человек пришел на распродажу, то, вероятнее всего, он экономит, да, или просто гуляю, смотрю. Ну, то есть, тоже есть вероятность, что есть проблемы с финансами, что он раз ничего не покупает, потому что обычно человек приходит, ну, если приходит, что-то купить, подарочек какой-то, да, или еще что-то. Вот, смотрим, значит, на человека, опять же, да, и, ой, ты так хорошо выглядишь, у тебя хорошая прическа. Он может ответить, да, я вот там вчера была у маникюрши. Ну, на самом деле, конечно, может быть, это я так думаю. Ну, вот, допустим, у нас в Петербурге, да, в принципе, сделать маникюр, это считается достаточно дорогая процедура, и не все, у кого, как бы, есть финансовая возможность, готовы, ну, вернее, у кого нет финансовой возможности, готовы на это потратить денежку. Поэтому сразу, даже уже сразу по ногтям понятно, человек, как бы, ну, экономит на себе или нет. Да, может быть, это, конечно, звучит жестоко, но тем не менее. Вот, соответственно, можно посмотреть наличие, там, машины, наличие, там, аксессуаров каких-то, да, у человека, есть ли у него, там, кольца, какой у него телефон, соответствующие вопросы, там, ой, слушай, какой у тебя классный телефон, ну, и дальше смотреть, да, я вот купил, там, или, ой, да мне подарили. Соответственно, мы можем сделать какие-то определенные выводы, да, то есть подарили, ну, значит, возможно, что есть у него какие-то, там, финансовые трудности, раз он не сам купил, да, не заработал, потому что обычно, когда человек зарабатывает, он, в принципе, любит этим похвалиться, что я вот смог заработать себе сам, ну, люди вообще любят о себе много говорить, скажем так, особенно если их еще об этом спрашивать. Вот, соответственно, как я уже говорила про второй блок, это от общего к частному, да, про коммунальные услуги и все остальное. Здесь важно, что человек следит за этими новостями или, в принципе, не следит. То есть человек, у которого, скажем так, с финансовой ситуацией все, в принципе, в порядке, он обычно эти новости как бы пропускает мимо ушей или они, по крайней мере, его не сильно переживают, не то, что переживают, не сильно волнуют, он не сильно переживает по этому поводу и, возможно, он не проявит интерес к вашим каким-то, ну, таким вопросам, да, то есть, да, я не знаю, ну, повышают, ну, что, то есть вот так вот. Соответственно, мы уже понимаем, что у него физиологический уровень, скорее всего, скажем так, удовлетворен, и мы можем уже ему предлагать, соответственно, более высокие плюсы Арифлеем, да, вот, и, соответственно, есть еще контрольные вопросы, это такие там про отпуск, да, был ли он вообще отпуск, да, и если был, то где он его провел? Это тоже характеризует определенную материальную составляющую человека, вот, и, соответственно, можно спросить про золотые какие-то моменты, потому что пока у человека не удовлетворены потребности в еде, воде, сне безопасности, человек обычно про золото не думает, то есть потребность в золотых украшениях, в качественных аксессуарах появляется уже, когда человек эти низшие свои потребности удовлетворил и стремится к развитию, к принятию в группе определенной, да, как мы говорили, вот, соответственно, он будет интересоваться вопросами золота, вопросами каких-то дорогих аксессуаров, машинами и прочим, вот. Далее, когда мы примерно оценили человека, на какой ступени пирамиды он находится, да, мы можем уже конкретно, предметно его заинтересовать. А именно чем? А именно тем, что если у нас человек находится все-таки на физиологической потребности, да, то мы можем ему в качестве основного предлагать приобретение продукции со скидкой, экономию финансов, да, и возможность заработать. На втором уровне, если человек находится, да, то есть мы понимаем, что он, в принципе, какие-то основные моменты у него уже, скажем так, удовлетворены, мы ему предлагаем уже денежку заработать хорошую, получить стабильный заработок, купить дом, как вот Михаил нам рассказал, можно это сделать, или квартиру, свои мечты, вот. То есть обеспечить себе какую-то стабильность в плане выживания, да, скажем так. Далее, если мы понимаем, что человеку все-таки нужно еще и присоединение в группе, но это будет сразу видно, да, то есть человек стремится сам к общению, то ему можно предложить работу уже в команде. Но не в плане, что предложить, мы все ему предлагаем, мы человеку обо всем рассказываем, во всех возможностях, но мы делаем акценты, расставляем, да, то есть работа, то есть, ну, вы понимаете, если человек нет финансов, ему рассказывать про конференцию директоров и путешествия, ну, не актуально, вот, вообще не актуально. А если человек, в принципе, находится работа в команде, ему про продукцию со скидкой тоже не актуально рассказывать, да, если человек вот уже, как бы, удовлетворил вот эти потребности. Вот, ну и, соответственно, дальше, да, смотрим, если у нас самоуважение, то здесь прям надо подробненько про лестницу успеха, про признание заслуг, про значки, там, про обучение, про то, что он сможет обучать других людей, потому что это для некоторых тоже очень важно. Вот, и самоактуализация, соответственно, здесь надо больше акцентировать внимание на верхнюю часть ступеньки успеха, да, лестницы успеха нашей, вот, о том, что здесь такие вот конференции у нас, путешествия по миру, да, ну, вот в таком ракурсе, да, то есть его уже про скидки можно особо не рассказывать, именно, вероятно, это будет актуально. Вот, далее такие общие рекомендации, да, то, что, во-первых, когда вы смотрите на собеседника, смотрите на его реакцию, на вопросы, вот, в идеале, конечно, один-два вопроса больше не давить. Общий вот этот блок разговор должен составляться в более пяти минут, вот. И никогда не бойтесь говорить о деньгах. Деньги, эти вот как бы сейчас у нас становятся все-таки на первом месте в любой жизни, да, и есть уже как бы вопрос такой, ничего такого, что вы спросите об этом. Вот, а если вот вы не спросите, вы начнёте рассказывать про миллионы, то, а у человека, как я уже говорила, нет на что купить нормальную еду, то будут вопросы, конечно, очень, ну, некорректно будет звучать, скорее всего, он быстренько свернет беседу и убежит от вас, скажем. Вот. Ну, это вот как бы основное, что я хотела сегодня вам рассказать, как мы можем использовать эту пирамиду маслоу, знаменитую, да, надеюсь, что это было полезно, я постаралась вас сильно сегодня не загружать, не спорить минут, вот, надеюсь, что всем понравилось. Вот, так, давайте, вот, спасибо вам всем за внимание, и вот внизу картиночка, надеюсь, что в нашей жизни такого никогда не будет. Всё, всем удачи, с наступающим Старым Новым Годом всех, надеюсь, сегодня будет отмечать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok